снова всем welcome но я на курорте но то бишь на и нашими вот здесь от на юге чуть-чуть вот там стоит чудовище и нашим и просто зверь здесь вот такая аллея с манускриптами какие-то иероглифы здесь вот такие вот манускрипты там написано там вот занимается серфингом товарищи катаются на серфинге на здесь это популярный вид очень ценят хорошая погода очень хорошее солнце светит прям можно это отдохнуть нормально потому что иногда сюда приезжаешь когда тут обычно пасмурно сегодня хорошая погода о кошара что я не знаю но не понимает они так то их знает я не знаю здесь по-разному зовут без заботы он то мяу-мяу позывает кто няня он фуджи видно отсюда вот хороший вид такой отсюда на фуджи видно прям это снег как наверху лежит а вот товарищ поплыл на серфинге вот далеко видимо это он стырофируем там андрига то что ли идет или что-то в этом духе то есть очень много парусников вот видно отсюда там виндсерфинг яхты разные то есть плавать то есть все там а вот там вот тоже вот виндсерфингисты здесь очень много вообще этих серфингистов тут вообще как бы это центр грубо говоря здесь очень много разных школ серфинга и центр серфинга в общем для любого желающего стоит где-то примерно 30 тысяч ян там насчет школе в этой ом 30 20 я щас точнее помню вот здесь вот катает вот тысячи янц человека и на катере вот катают по заливу ну или вокруг этого острова там куда пожелаешь нормально тысячи янц каждого ну естественно смысле всего цены всегда указано человека ну ну человек естественно конечно ты в россии даже такие деньги не сядешь в катер не то что в и подивали за за 500 рублей в катер не ушел уже минут 10 может быть он вот там написано маршрут то есть он уплывает то есть вот с этой стороны делает крюк и возвращается назад не нам и на катер не пойдем это время только терять надо лучше по по острову прогуляться и там интересные места посмотреть вот там маяк есть интересно можно на него залезть в принципе или же там есть храмы горячие источники есть также ансен также есть там кафешки разные очень хорошие это дети да или старики а это вот он плывет туда и там останавливается то есть высаживать людей это типа парома чтобы те пешком через гору не идти сезон медуз по-моему прошел уже же медуз не так много раньше вот много было это вот в конце лета начало осени она сентябрь октябрь наверно надо сходить тогда на ту сторону ноги помочить вот пришли мы хотя бы ну можно ноги но такая вот это гоночный скажешь это маленький до сидя вещь так ездит на коленку двухтактный какой-то походу это прыгать там до разной трюки сделать тоже на нем стать можно вот маленький такой компактный вариант вот так что в принципе нормально вот здесь вот видно как эти регаты идут и в принципе достаточно много их байкеры катаются там вот набережная неплохо есть вот с правой стороны это стоит этот онсен местные горячие источники вот там в принципе достаточно ну как сказать красиво и недорого но относительно недорого конечно японии есть дешевле сцены в данном случае вот этот онсен так как бы нормальный тоже вариант наверху там стоит маяк вот если отсюда посмотреть вот там вот ночью он светит хорошо там иллюминация идет а джак сегодня жаркая погода где-то градусов на 20-25 днем на досках с веслами наверху стоит храм еще многие заходят ходят сюда вот как бы в храм еще заходу ну чтобы попасть там собирают мусор 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 собирает береговая охрана что что-то такое но и сходу дж а 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 потом туда на ну на ту сторону просто пройдем и обратно да потому что так обходить там долго будет а 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 и а и и и и а а а а а а и к а и что-то похожее на них ну там где-то здесь продается где пошли возьмем мороженое вот сувенирная вот сувенирная лавка но дорого все продается я примерно таких вот кошек покупал почем брал здесь видно полторы две тысячи